Всем привет, пионеры! Хочу записать небольшой гайд по тому, как сделать выработку электроэнергии от геодермальных генераторов более стабильной. Я к этому пришел сначала из-за того, что я начал строительство атомной электростанции. Подготовка была очень глобальной, очень масштабной и мои две электростанции не выдержали нагрузки, которую я, видать, непропорционально увеличил слишком большим прыжком на общую сеть. У меня была выработка электроэнергии 6600 мегаватт, и я строил много портов дронов, всяких фабрик и прочего, и у меня сработал предохранитель. Неожиданно для меня, потому что я, честно говоря, думал, что мне хватит уж там 5, 5 и 8 гигаватт мне хватит из 6 и 6 гигаватт. Не хватило. Я думал, что делать, как выходить из ситуации без разгона текущих электростанций. А у меня тут были два гейзера неподалеку. И я подумал, давайте, может быть, что-то с этим придумаем, что-то сообразим. Их мощность изначально нестабильная и существует у этой мощности свой минимум и максимум, пиковое значение. Полный период от минимума до максимума и обратно равен 60 секундам, полупериод 30 секунд, выработки самой мощности в ваттах. И гейзер делает выбросы каждые 15 секунд. Один. Один каждый 15 секунд. И я подумал, как бы сделать так, чтобы эту мощность можно было как-то поддерживать постоянной. Я не хочу плавающий график, я хочу, чтобы у меня была какая-то гарантированная мощность. Мне не нужна максимальная мощность, мне нужна какая-то высокий минимум, максимальный минимум, который я могу выжать из генераторов. И я подумал, что с этим можно сделать. У меня здесь один обычный генератор, не генератор, а обычный гейзер и один мощный гейзер. Поначалу меня отвлекло, что у них разная мощность, но я подумал, сделал расчеты приблизительные по сдвигу во времени, по работе по сдвигу во времени, и это дало свои плоды. То есть, если мы берем синхронную работу по мощности, например, и имею в виду вот это значение, которое сейчас слева на шкале прибавляется, выработка самой электроэнергии, то получается так, что у нас два генератора в синхронном режиме могут выдать свой минимум и огромный максимум вместе. То есть, у нас будет огромное высокое значение, если мы их засинхроним. А если мы их поставим в противофазу, то, получается, они будут друг друга компенсировать и давать друг другу мощность тогда, когда другой в минимальной. То есть, один будет в пике находиться, а другой в своем минимуме. Есть еще дизайн полупротивофазы, но он не дает все-таки высоких минимальных значений как дизайн в полной противофазе. То есть, сейчас я покажу, как они работают, и вы поймете, о чем я говорю. То есть, если этот в своем минимуме, правый, то левый в своем максимуме. У меня их сначала было два. Один был обычный гейзер, второй был мощный. И мощность у них разная. Поэтому были регулярные флуктуации по мощности. То есть, значение то поднималось, то менялось. Но, по крайней мере, с точки зрения математики, оно менялось предсказуемо до каких-то приблизительно высоких минимальных значений. Вот. И меня это порадовало. А потом я подумал, надо бы еще, наверное, парочку найти. И идея стала развиваться в то, что я нашел в итоге отдельно обычный гейзер и отдельно мощный гейзер, и поставил друг друга их относительно друг друга в противофазу. То есть, обычный работает с обычным, как пара в противофазе, и мощный работает с мощным, как пара в противофазе. И получился у меня такой результат. Смотрите сейчас на значение продакшн, и на график, который, в общем-то, он статичный, не меняется. Хотя, у меня сейчас четыре, используются четыре геотермальных генератора. 7829 мегаватт. Сейчас график пойдет на снижение. Ну, пойдет это, грубо говоря, конечно. 7777. То есть, разница между пиковым значением и минимальным значением общей производительности всего в 59 мегаватт, которое происходит. Я чуть позже скажу, почему. Как добиться работы полной противофазы генераторов? Гейзеры делают выбросы каждые 15 секунд. То есть, один гейзер делает выбросы каждые 15 секунд. И любой другой гейзер на карте делает сам по себе индивидуальный выбросы каждые 15 секунд. Насколько мне известно. Насколько я это заметил. И между собой у них асинхрон может быть. А может быть синхрон. То есть, они могут вместе начать извергаться каждые 15 секунд. А могут быть и, может быть, и разница. То есть, этот извергся. Прошло 3 секунды, этот извергся. Извергся. Правильно, как бы. А может быть и разница и в 5 секунд, и в 8 секунд, и в 10 секунд. У меня такое тоже было. Основное неудобство здесь в том, что если вам что-то не понравится, и вы разберете генераторы. Как только генератор слезет с гейзера, у которого уже пропала анимация и сама функция испарения, я так полагаю, выбросы. Разница между ними изменится. У вас была, к примеру, разница между ними 15 и плюс 3 секунды 15. Вы их разобрали, и разница стала 15 и плюс 5 секунд 15. Или плюс 8 секунд 15. И эта цифра, она хоть имеет какие-то значения в точных секундах, но она разная. Возможно, сделали разработчики так специально. Это интересно, это азартно. Это не так, как, допустим, вы поставили любой угольный генератор или нефтяной, и он работает статикой. Или даже атомная электростанция. Этот работает в динамике. И, значит, я сейчас скажу, почему у меня здесь цифра скачет, а она не одинаковая. Она скачет здесь потому, на 59 мегаватт всего. Потому что я во время выброса делал клик раньше или позже, скорее всего, позже. На 200-300, возможно, миллисекунд, чем нужно. Если у вас это получится лучше, у вас здесь цифра в моем дизайне будет стоять статикой в 7800. У меня в 7800, а у вас просто будет выработка четырех генераторов на паре обычных и паре мощных гейзеров в 1200 мегаватт. И я сейчас, я приложу потом ссылку на статью в Википедии, которую я написал, с небольшими, очень простыми расчетами. И это просто математический баланс, связанный со сдвигом во времени. На этом, в принципе, основана работа трехвазного генератора переменного тока в современных электростанциях. Происходит просто компенсация по времени. Там происходит компенсация геометрическая, а здесь происходит в реальной жизни. А в игре происходит компенсация по времени. То есть, грубо говоря, если у нас есть пара обычных генераторов, и они настроены друг друга в противофазе, максимально возможно, с погрешностями, конечно, но с максимально возможно точными по времени, то сколько будет минимальное значение одного генератора плюс максимальное другого в разнице во времени? То есть, сколько будет 100 плюс 300 и 300 плюс 100? 100 плюс 300 – это минимальное значение, а 300 плюс 100 – это максимальное значение. Будет цифра одинаковая. Будет цифра равная 400. То есть, эта цифра будет ставить статики, потому что они всегда один увеличивается, а другой уменьшается синхронно. То есть, в этом и смысл гайда, на самом деле. Засинхронить генераторы между собой. Я этого не видел нигде в русской википедии, я это не нашел в ютубе, я этого не нашел в английской википедии. Мне кажется, очень классная, довольно интересная тема, тогда, когда происходит полная компенсация. Не компенсация, точнее. Ну, наверное, да, компенсация друг друга разных генераторов. То есть, как бы, у меня вышло так, что у меня два обычных генератора и два мощных. Один работает 100 – 300 – 300 – 100, а два других работают 200 – 600 – 600 – 200. И вот они друг друга и как раз компенсируют. То есть, я не хочу максимальное значение из них выжить. Я хочу из них выжить какое-то минимальное значение. Максимальное минимальное значение, стабильное. В моем случае, это цифра 1200. Вот, как я сказал, ссылочку на википедию прикреплю, чтобы можно было ознакомиться. Я надеюсь, что это видео кому-то поможет в энергетическом кризисе, в своих играх, в своих мирах. Как у меня, например. Для тех людей, кто не хочет разгонять свои электростанции. Всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.